Вот сейчас мы проговорили практически почти два часа. Мне страшно становится. Я хотел с вами разобрать вот это, Елена Александровна, Замба науки. Вы же такой мне подарок подарили. Просто удивительно. Колодец, который все должны выкопать. Так вот, почему дядя Ваня ходил и не проваливался. Вы уже, наверное, поняли. Это мое разъяснение, это не вам. Кстати, обратите внимание на масштаб. Ладно, все-таки у меня 15 минут еще есть. Вот это двухэтажный дом. Его не зря нарисовали, и деревья не зря. Потому что вам может показаться, что тут полметра, как у дяди Вани. Или метр. Да. Все на самом деле не так. Ну, если здесь двухэтажный дом, значит, здесь хотя бы метра 3-4 есть. Это достаточно, чтобы не проваливался. И дядя Ваня не проваливался, знаете почему? Потому что, ну здесь как? Чернозем и это средний арифметический, то есть средний статистический. Чернозем и глина. Глина обычно ниже, она быстрее превращается в глину. Что было глиной до этого, не знает никто. Но я прочитал эти объяснения, мне они не понравились. Наворотились только слов непереводимых, чтобы понятно было, что они сами не знают, с чего глина получилась. Даже как нет, так же с чего получается, так и эта глина. Так вот, а под ней грунтовая вода. А у дяди Вани 8 сантиметров копнул, и уже вода стояла. Так, раз у него 60-70, он говорит. И не проваливается. Так вот, на самом-то деле, грунтовая вода, это не озеро. Это та же самая субстанция, твердая, ее можно руками щупать, но она и есть дренаж. То есть, атмосферные насадки, видели, проходит все, попадает сюда. У вас-то она, вот тут прямо, у вас вода блеска, дядя Вань, вот, у вас сразу попадает, наполняет ваш этот самый, как его назвать, отстойник, как его еще, тромб. Вот, и там стоит, она должна вот так проходить и уходить. Смотрите, если здесь склон, куда, например, влево, вот она сюда попадает, она тут тоже не стоит, она утекает, вот, сюда. Вячеслав Тимофеевич, подтвердите, у вас там стоит озеро искусственное, да, небольшое, подтвердите. Она утекает, 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 утекает. Снова, и это бесконечно, потом она где-то попадает в атмосферу, атмосферные насадки, вот они. И вот так, постоянно, это самое, никаких тромбов не должно быть. Когда вы, дядя Ваня, где-то что-то прочитали, что надо сделать вот такую штуку, да еще увеличить ее полезное, якобы, свойство в миллион раз больше железа, а на самом деле окислили почву, до конца ее угробили, потому что она окисляется, раз вы не знаете. Вот, все вот это я читать вам не буду, я просто хочу сказать, что вот так происходит это все. Вот, потом есть водоносный слой, тут уже побольше воды, и это тоже, это не озеро. Вот здесь уже озеро, вот здесь. А, кстати, движение воды они нарисовали, я-то не посмотрел сразу, я-то говорю, влево, вот сюда она идет. А вот стрелка, о, господи, я такой невнимательный, я же говорю, задним словом умный. Вот, видите, вот она попала, и все это уходит, и сюда, вот. Здесь под давлением, если сюда просверлить отверстие, значит отсюда пойдет аж с напором. А вот, а почему вот это не водоносный слой, я знаю, потому что у меня есть и рукотворный колодец, сюда доходит, у меня есть скважины, которые пробурили мне. И там тоже нет никакого, она тоже, это просто, назовем ее губкой, понимаете. И вот когда вы делали тромб для дивана, это, я подчеркиваю это, потому что вы можете соглашаться, можете нет, но смысл такой. Вся почва в районе в этом, и там, где у вас уже постоянно, вот, видите, вот, ну, допустим, это не колодец, допустим, это ваша яма, вот. Допустим, здесь близко до поверхности, да. Вот. И получается, что вот здесь вот, вот это и вот это, все эти горизонты, пусть они у вас маленькие, там, сантиметров, это губка. Часть губки под водой, то есть она более насыщенная. Ну, как сказать, вот, вы взяли губку, которая там вам спину моет, сухую, да, положили в тазик, но налили воды всего там несколько сантиметров, остальная губка торчит выше. Она пропитается вся? Пропитается. Вот так получилось, что ваши абрикосы, наши железовские абрикосы, в этой самой губке изгнили. Так, вот, примерно, хотел так объяснить. Надеюсь, без крика. Дальше я вот не знаю, что говорить. Осталось 10 минут. Так. Видите, что такое дренаж? Это я для вас подбирал уже. Я-то и так это знал, потому что слово дренаж понятно. Именно само понятие, вот так вот. Но водопроницаемый, отведение, избытка воды, избытка. Вот у вас получился избыток. Так вот, у вас был еще вариант, ну, менее смертельный. Вот такой же смертельный, потому что уже сама посадка, когда уже вся, после дождей вся, все полностью промокся, а потом, ну, вы знаете, что такое Ленинградская область. Там особенно это опасно. Мало того, что вода рядом, еще и хватает дождей. И все это губка сплошная получается. Вода-то рядом. Вот. Это надо вернуться к этой же самой, ой, как это долго. К той самой, взятой мной из, а может быть, я ее сходу найду? Нет, она в другом месте, жалко. Или сейчас еще раз, мне так хочется еще раз увидеть, увидеть и показать. Увидеть и показать. Это надо тут шариться. Ну, помните ту яму метровую, пропитанную насквозь водой, пропитанную буквально. Вот это и есть причина. Вы спросили, почему? Ну, вот ответил. Ну, а дренаж, если бы вы все-таки не обошлись, если бы туда не пихали бы эти листы, вот эти, которые сплошные, уже не дренаж, а как закупорка. Там шейферы вы туда совали, куски пластика совали. А гальку, да, она бы, конечно, задержала бы воду. И, конечно, у вас даже одно дерево до цветения дошло. Оно могло бы еще пару лет пожить, если бы все-таки хотя бы одной, как уже по привычке, это же распространено. Уберете, вы капаете канаву, засыпаете туда, это, керамзит, запятая, битый кирпич, запятая, речная, давайте я цитирую специалистов, в кавычках специалистов. Там речная, речной крупнозернистый песок, вот, почему-то керамзит пользуется спросом в таких случаях, вот. Но в одном случае, где это делается, там совсем другая цель преследовалась. Совсем, но это уже, как говорится, из другого романа, не будем сегодня говорить. А у вас оно послужило наоборот, вот. Вот, и даже если бы вы только одной бы галькой, или как она, чем-то там вот этим, вы насыпали, я уже забыл, у меня памяти нет, вот. Ну, то, что там целый слой насыпали, да, мелкой, ну, наверное, мелкой галькой назовем. Вот, она бы, все равно бы задерживала бы воду, и там не было бы вот этого вот, понимаете, не было бы то, что называется водоворот в природе, вот он, вот он, вот он, вот он. Не было бы его, вот, то есть галька не дала, а без гальки он бы восстановился, и уже хотя бы прошел дождь, так, и раз, сверху тепло, испарение идет, да, вот, испарение с почвы идет, вот. Вот, вода имеет свойство падать сверху вниз, падает оно, так же, как яблоко на голову ему упало, вот, вода ушла вниз, а испарение подсушило, и абрикос бы мог бы еще немножко пожить. Но вот этот тромб смертельный, сплошная, нищая, устанная, вот, я ответил на ваш вопрос, вы просили, я ответил. Теперь еще раз, понимаете, когда вот масляное масло, это вот когда железо, я уже для этих, потом, хотел я вам все подробно рассказать, что первое железо на земле появилось из болот, из болот, понимаете, а почему на болоте ничего не растет, поняли уже, нет, поняли про кислую почву, поняли, что это самое, вот, мой вариант вымокает корни, это вообще принято, или вот как в последний раз, в последнем письме, для меня это как вариант, очень даже неплохо звучит, что отравление солями, понимаете, но это уже для более серьезного разговора, может, еще когда-нибудь поговорим. Здравствуйте, Киселев Александр Валерьевич, это один из моих главных помощников, как его назвать-то, если Савинич зам под руки, надеюсь, не обидится, все-таки, я же никто, вот, и вдруг еще и зам, зам никого. Так вот, Киселев будет зам, поберем, он столько мне уже фильмов прекрасных, ну, как сказать, прекрасно смонтировал, так, и вот он ступился за меня, где-то в чатях он увидел это самое, то ли полемику, то ли эти два злосчастных фильма, вот, и взял, а у нас время почти не осталось. А я фактически уже все, что здесь у вас почти рассказал. Единственное, нам с вами что надо сделать? Вот, наверное, мы, а вдруг людям скучно будет, наверное, может, следующий вебинар, может, отдельный фильм, и вот тут ваши, чуть-чуть, вот, вот это вот ваши письма, эта статья, поздравляю, дебют, все, немножечко где-то что-то, это даже не все еще, только это, как сказать, небольшие такие эти самые, ну, в принципе, вы точно железаете уже на 90%, ну, где-то, видите, навоз, а слово навоз применительно к подкормке, это как бы ругательное слово, вот, компост, да, перегной, да, а навоз, есть опасная, поэтому где-то какие-то огрехи, я надеюсь, что вы меня видите, да, вот, что-то вы взяли из, это самое, от ГАШЕ, ну, вот сейчас мы уже не успеваем, мы уже не успеваем, видите, вот, откуда вот эти штампы взялись, вот, как, с 19 века, до сих пор отказаться не могут, вот, я посмотрел, теми резюка саженцами торгуют, ну, это самое, этот самый институт, который ведущий, как он там, не мог запомнить такое название, опять эти же самые, вот, для меня это коллеги, а для них это нормально, вот, и этот же саженец, да, вы видели, вот, вот, вот я Чугуеву вспоминаю, почти такая же посадка, как у меня, с огромным, в этим самым, ну, что вы думаете, мне говорили, не воюйте с наукой, вот, Чугуев, я туда ехал на конференцию, в которую меня прогнали, вот, мне два человека, знали же, один Душкобилов, другой, тоже ученый, говорит, передавайте привет Юрию Михайловичу, я говорю, а кто это, Чугуев, я поинтересовался, какой там привет, меня выгнали, я, это, сам, ушел, но дело в том, что, с трибуны согнали, но дело в том, что он действительно гений, но он не своего слуха, вот, про него там писали, так это, ну, и что, вот его посадка, тот, что вот, это, замечательный, показал, прекрасно показал дяде Ваня, да, вот, поставил и обкопал, получился холм, да, замечательная посадка, ну, у меня чуть другая, ну, не воевать же с Чугуевым из-за того, что я дёрг не трогаю, он немного трогает, да, вот, и тут же, вот же, 21 век, вот он, октябрь, вот, человек этот, доктор наук, он, все равно посадил в эту ямищу, ну, и бордюсик сделал, ну, что Чугуев, он на том свете, воспользуюсь его советами, его рекордами, Смоленске, это тоже, слава богу, не Крым, Смоленск, его рекорды, его прекрасные достижения, ну, что, кому он нужен оказался-то, так же, как Бродский, так же, как Железов, так же, как Латинков, так же, как, это, Курдюмов, который, который, это самое, вон, пожалуйста, уже книги, это забыто, ну, ладно, что-то я опять меня понесло, вот, видите, это его статья, я его поздравляю, немножко, это я пытался, а потом думаю, давай разберём, он не против, он не против, ну, это что, не Железовская, ну, а вот это, знаете, что, ну, ещё секунда, вы понимаете, это самое, ой, Александр Валерьевич, не успели мы разобрать её, ну, сам смысл, вот, вы замечательно про это написали, только останьтесь так один, как мазали клеем штамбой, будут убивать деревья, так и будут, почему, потому что муравьев врагами, на здоровье дерево, их нету, муравьёв-то, нету, для меня такая редкость, на дереве видят муравья, я уже знаю, дерево болеет, такая редкость, их нету, чего с ними бороться-то, а их заранено врагами, и всё, муравьи уничтожили, эти тля свирепствуют, потому что дерево больное, оно же стоит только покрыться, чувствуют все, тля, она летучая, да, кстати, что муравьи летают, вы не знаете, тоже летают, муравья оказывается, муравьи разносятся, тля летает, вот, ищет, где сесть, на больное дерево садится, здоровое дерево имеет антигены, или как ещё назвать-то, господи, сейчас медицинское слово вспомню, лейкоциты, наверное, ладно, чтоб не смеялись, антигены назову, пусть будет по-железовски, вот, вот особое, они отравляют то, что к ним залазит, вот, в крови, в соке у здоровых деревьев, есть всё, чтобы подлетело, понюхало, и дальше полетело, потому что если она высадит личинкой, они сдохнут, вот это у здоровых деревьев, сядет гусеница, начнёт выводить этих самых, а не давая листья жрать, сдохнут, и так далее, жуки прилетят, сдохнут, об этом не знает никто, теперь вы знаете, вот, вот, и вот что я добавил, простите им разумную деятельность, я просто это, спасибо вам за эту статью, я просто немножко расшифровал, потому что, как мне не верят, что муравьи это не виноваты, так и вам не поверят, вот, но, теперь мы вместе воюем, вот так вот, видели, вот это самое страшное заблуждение, когда калечат почву и считают, что увеличивают, ладно, прочтите сами, вот его статья, вот эту фотографию он у меня взял, и правильно сделал, на конце наше время, на конце наше время, дело в том, что, знаете как, ну, для вас я не авторитет, вот, вы не зря с такой, это, чуть не сказал, это вам не, и прочее, прочее, ну, с такой, если бы тут женщины не слушали, я бы сказал одно слово, но не буду, ладно, я что сделал, вот для вас авторитет должен быть, это ведущий через шневет России, это ее книга, да, смотрите, зовут ее Каншина, вот ее книга, я почему выбрал это, ну, уже приходится, мы враги, почему, потому что она распинает, калечит деревья, распинает их, вот, я потом вернусь все к этому, покажу еще опять то фото, где распятая черешня, я ее называю, это самое, черешневый Христос, или как еще назвать, подберу название, вот, но это ладно, но смотрите, что она пишет, мне приходится уже таких людей брать, в компанию, в союзники, читаем, близкое залегание, а, заметьте, сразу скажу, черешня более устойчивая, чем абрикос, намного к переохлаждению, к намоканию и так далее, вот, корни деревьев, дойдя до воды, отмирают от недостатка воздуха, затем высыхают ветки и деревья погибают, знакомый, дядя Ваня, черешню можно высаживать там, где грунтовая вода не ближе полтора метра, так вот, черешню можно высаживать там, где они не ближе пяти метров, она проживет полтора метра, отмерили, ну, полтора метра, все, будем садить, пять-семь лет, прощай, она, она правильно пишет так, только надо было вот этот, не один и пять, а пять написать, чтобы из дури унимались люди, чтобы они не теряли годы, не теряли деньги, особенно в ряды застойной подземной водой, у вас здесь, Ваня, они получились, у вас тромб вот этот, самый, из шифера, из листов железа и всего, вот они, вот они застойные водой, дело в том, что, еще раз, вода течет сверху вниз, и постепенно, вы заметили, откуда берутся эти, как, откуда берутся реки, вот, казалось, зимой такой же, смотрю, полно воды неси, а зимой уже, этот, снег не тает, а вода-то откуда берется-то, вот, дождей зимой нет, снег упал, но он длежит, он пает, конечно, но он так незаметный для нас, вот, откуда что берется, и вот такая же полноводная практически, ну, чуть-чуть меньше, чем летом, когда полно дождей, вот, она там непрерывно стекает, и деревья это знают, они выбирают такие места, вот видите, она правильно пишет, что черешни надо бы подальше от воды, ну, ошиблась она, ну, вот единичку брать и вот эту запятую, вот, ну, бывает, но что делать, вот, для них черешни долгожители невозможны, по другой причине, они их убивают, то есть калечат, а потом ждут, сколько продержатся, поэтому они даже знают, что, если их даже не калечат, полтора метра все равно сгниют, вот, только позже, и вот получается, что, вот, я не могу успокоиться, кто-то вам научил, подсказал, сделать вот этот ромб, все, теперь уже не будет сквозного, с неба, насквозь через дерево, дерево возьмет сколько влаги ему надо, корнильный, остальное пошло ниже, вот эти вот горизонты, они не случайны, это все делано специально, и мы уже проходили, я вам особые фотографии, которых нет ни у кого, они больше на всей планете показывал, ну, хорошо, не верите ей, поверьте, но, на почве с близким залеганием грунтовых вод, замкнутых понижениях, ну, как вам слово замкнутых, ничего не напоминает, с плотной, гнинистой, малопроницаемой почвой, так, теперь, заметьте, я это сам только сейчас увидел, черешня страдает, комедит, всем рано погибает, плотная, гнинистая, вы ее заменили своим тромбом, но дело в том, что, еще, когда плотная, гнинистая почва, и действительно, на ней абрикос не может жить, и это же черешня, она же про черешню пишет, вот тогда-то, роют колодец, пробивают ее насквозь, заполняет чем-нибудь, с расчете, что ниже, вот это вот слоя, вот это вот, еще раз, плотная, гнинистая, она никогда не бывает сильная, большая, полметра, метр, ну, не повезет, два метра, ну, пробить можно, и вот тогда-то и родилась вот эта самая, а потом умники переделали наоборот, как? А черт это надо, мы лучше наоборот, сделаем так, вот, вот, чтобы, это самое, обратный процесс, то есть, в другом месте они же, ну, как, как это сказать-то, вот, для одного случая сделали, давай везде делать, в другом случае наоборот, давайте задержим воду, вот как вы сделали, да? А зачем? Один написал, один трех, миллионы людей, давай делать дренаж, вы поняли теперь, о чем, нагретая вода вызывает кольцевое подопревание в корыных штамбах, вот, еще раз, губительная для деревьев пойма, следует считать не сам поток холодной воды, считайте, что у вас пойма, почему, вода близко, не сам поток холодной талой воды, а ее застой и нагревание без точек по нижних участках, вот это застой, это опять право, ну, все, ладно, вот, ну, а дальше пошло, поехали, оно идет как, на кислых почвах растут плохо, ваше железо, это я вам гарантирую, почва будет, здесь начинается как, почва бывает кислая, если паш, 3-4, кислая, 4-5, слабая, кислая, 5-6, нейтраль, 7, вот, считайте, что это, вот, 3-4, это благодаря вам, и при этом, что плохо растут, ну, такие тонкости вам пока были неизвестны, вот, ну, я так уж бегом, а потом начинается обычная жизнь, это уже мы, как, я же готовил, это вебинар и назвал чрезвычайный, вот, меня это самое, назвали, как, типа, того, что, Леопольд, выходи, вот так это звучало, вы еще фильм не видели, ну, а дальше начинается то, что я готовил раньше, почему, потому что это обычный, вот, как от мусей спасаться, но мы уже этого проходить не будем, вот, а я не туда пошел, но уже другой раз, итак, что мы имеем, мы имеем два фильма, в общем, мы имеем человека довольно увлеченного, я уважаю и это самое, вот, ведь смог же хан, ну, пусть первый урожай, пусть сколько лет лишних прошло, сколько труда вложено, да, вот, еще непонятно, кто кому завидует, вот, кто кому завидует, то должен, сказать, что тут полдня поработал бурдозер, да, потом еще лопатой холмы делал, ну, а теперь что, гуси плавают, рыба плавает, да, конечно, пришлось поработать, но садил уже так, как это, страшно, и он превзошел все мои ожидания, теперь он надеется на это самое, вот, значит, варианты есть такие, конечно, чтобы меньше вреда было людям, нужно бы эти два фильма просто ликвидировать, да, начнем с нуля, если хотите, дядя Ваня, вот, здесь тоже почти с нуля начиналось, вот, тоже не сказать, что все, все было медом намазано, весь сад, начнем с нуля, варианты есть, руки опускать не надо, косточки вышлю, для меня достаточно только, любого звука, даже письма, даже что, Константинович, мы одной крови, все, можно вообще, это, уже сам факт, что исчезли вот эти, самые, вот, допустим, они как сыграли свою роль, понимаете, первое, это посадка, которая людям вредна, я считаю, опасна, она не делает чести ни вам, ни это, ну, получится, что, уже даже просто лишняя работа, не все же будут садить, где, у кого полметра до воды, или метр, будут садить, где 2-3 метра, ну, наверное, будет железо, какая-то, часть погибнет, часть будет дохнуть, а где-то, поустойчивее есть к железу, выживут, вот, получится, как обычно, руки опущенные, вот, ладно, 2-й фильм, где, это, получается, что вам прислали негодные косики, небодные садницы, это вы же не сами определили, почему у вас погиб сад, вы же кричали, такой голос, такой тембр, который вызывает только сердцебиение, вы же, почему, вот почему, ну, я объяснил, почему, ну, получается, подоплекать, что садницы негодные, это, а я их называю лучшими в России, питомниками, единственный питомник, который зимует на морозе, даже после ограниченных морозов, вот, вред, определенный, для меня, допустим, большой вред, есть польза, вот этот вебинар, вы помогли нам сейчас по косточкам все разобрать, благодаря вашим фильмам, а дальше дело вашей чести, дело вашей совести, вот, если что, прекрасно, получайте от меня косточки, делайте, как вот эта дама, которая это, четверть миллионов у нее этих подписчиков, посылку Сергея, открывала, рассказывает, открыла, рассказывает, какие корни показала, все сначала, получили косточки, посмотрели, как хранить, баночкам, не как вот у вас там, почему-то есть фотография, как-то странно, вот, как по железу, по баночкам, холодильник, январе, статификация, феврале, статификация, смотря что, опять фильм, пожалуйста, и лайки получайте, тем более, что моя фамилия привлечет к вам побольше этих, зрителей, или как их назвать-то, лайковщиков, вот, потом высадка, сколько взошло прям холодильники, сколько взошло там, как это, как что, вот, все, сделали ямы, сделали, но уже в другом месте, если там доводы далеко, вдруг это не последняя ваша дача, или там дом, а, или там, это, завезли, сделали большие холмы, уже можно посадить сливы, вишни, уже сад будет, хан так же начинал, это потом обнаглял, ой, извини, слово обнаглял, осмелел, набрался смелости, вот это я хотел сказать, ну что, не все сказал, но главное, вот, извини, Макаров, Алексей, у вас результаты, такие, что, скоро я к вам ученике пойду, хоть вы меня называйте учителем, выслал вам книги, чего это самое, вырастить такой сад, вы сами книги писать уже должны, вот, ну приятно, приятно, автограф я сделал, ну что, ребята, официальная часть закончилась, как сделать, чтобы на меня не обиделся, дядя Ваня, вот, конечно, сам нарвался, на такой ответ, сильно уж ему хотелось, чтобы, оказалось, что саджи плохие, вот не растут, зараза, вот гибнут, ну что ты будешь делать, ну все, ладно, я специально несколько хороших примеров привел, чтобы оказалось, что не все так мрачно, теперь даже интересно, на следующем вебинаре мы узнаем, он же как, вот, вот этот самый, на мой взгляд, это натуральный подонок, фамилия у него Киркора, он бьет женщину в лицо, журналистку, а она тоже не дура, она, это, подставляется специально, дает провокационный вопрос, нарывается на скандал, получает по морде, извиняюсь, по морде лица, так будет вежливее сказать, по лицу, вот, скандал дикий, на всю страну, на весь мир, вот, и, она, теперь знает такую журналистку, а до этого, кто ее знал, то есть, за этот синяк, она хорошо отработала, то есть, стала после этого, знаменитая, а он, а его спрашивают, а он, ну, хоть он подонок, хихи, так мне после этого, вы же, типа, нехорошо поступили, вы нехороший человек, только, только эта популярность выросла, с улыбкой, вот так, вот, мне не хотелось бы, чтобы ваша затея была, вот с этими двумя фирмами, я говорю, именно такого плана, потому что не мне вредите, и так вот, люди руки опущены, и вдруг, бах, вот, хотелось бы прояснить, что там было, чем мазали стволы, или, или обтягивали, или там, защищали, от, это, от якобы тли, вот, остальное, я все это то, что рассказал, я взял даже, Канчину в союзнике, вот, если она такое пишет, про череши, которые намного лучше терпят воду, они родственники вишни, а вишни вообще по барабану, это, загнивания бы не было бы, даже у вишни, если бы там полтора метра, как пишет Канчина, ну, все, друзья, я сейчас прекращаю, отвечу на вопросы, я надеюсь, что это, а потом, на следующем вебинаре, вы меня, конечно, спросите, ну, что, интересно, уничтожил фильмы, или нет, я особо, нет, погоды не делаю, потому что, против меня уже столько, что она как-то незаметна, он просто, станет популярным, именно, ну, как сказать, благодаря вот этому, вот, общению такому, своеобразному, виртуальному, то есть, его популярность только возрастет, уничтожит, он не уничтожит, мне сильно не навредит, потому что я сейчас уже на другом уровне нахожусь, ну, что, все, пока, переходим к, к этому, к ответу на вопросы, пять минут перерыва, кто меня слышит, я с удовольствием, я с удовольствием, кто меня слышит, по-русски, я! по-русски, по-русски, я, не знаю, я, Продолжение следует...